Украина уже два года сражается за свой суверенитет, территориальную целостность и независимость. Западные лидеры и дипломаты массово публикуют заявление в поддержку страны. Так президент Финляндии Саули Нинистё и правительство государства отметили героизм украинцев в борьбе за свою свободу. Финляндия непоколебимо будет оказывать Украине поддержку столько, сколько будет необходимо. Украина и украинцы заслуживают справедливого и устойчивого мира. Из заявления правительства Финляндии в соцсети X. Мы должны позаботиться, чтобы у нас были возможности и ресурсы оказывать эту поддержку в долгосрочной перспективе. Нужно быстро наращивать наше оборонное производство. Саули Нинистё, президент Финляндии в соцсети X. От Нидерландов специальные обращения опубликовали королевская семья, глава МИДа и министр обороны. Король и королева страны отметили героизм украинцев в борьбе, назвав это примером для всех и заверили в поддержке. А министр обороны Кайса Олленгрен, кроме обращения ко второй годовщине, поделилась инфографикой об уже выполненных и будущих поставках оружия для Украины. Нидерланды подпишут долгосрочное соглашение о безопасности с Украиной. Поэтому мы продолжим нашу поддержку сейчас и в будущем. Неустанная борьба Украины имеет решающее значение для безопасности в Европе. Мы должны продолжать занимать единую позицию против агрессии Путина. Кайса Олленгрен, министр обороны Нидерландов в соцсети X. Вена заявила, что поддерживала Украину 730 дней и будет помогать столько, сколько потребуется. В МИД Австрии добавили, что это Путин начал эту противоправную агрессивную войну России. И это он должен прекратить ее сейчас. А президент Латвии Эдгар Сыринкевич опубликовал видеозапись гимна Украины. В свою очередь на официальной странице НАТО в соцсети опубликован видеоролик с украинскими военными, которые проходили обучение в Великобритании. Они зачитывали строки гимна. Душу и тело мы положим за нашу свободу. И покажем, что мы, братья, козацкого рода. Также многие иностранные лидеры выступили с заявлениями еще накануне второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину. А Евросоюз, США, Великобритания и Канада объявили дополнительные санкции в отношении Российской Федерации. А Евросоюз, США, Великобритания и Канада объявили дополнительные санкции в Украине.